Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Прошу прощения за задержку, были небольшие технические проблемы. Мы начинаем наш вебинар, на котором я расскажу подробнее, что же такое биткоин, откуда он взялся, зачем он нужен, как им пользоваться. А также расскажу более подробно о нашем проекте, о его месте в мире криптовалют и почему наш проект является перспективным. Обо всем по порядку. Что же такое биткоин? Так же как у США есть доллар, у Великобритании фунт, у Китая юань, у интернета появилась своя собственная валюта. Она называется биткоин. Никто не заставлял и не принуждал людей пользоваться биткоином, но благодаря тому, что у этой новой валюты есть уникальные и очень полезные свойства, люди начали использовать биткоин добровольно. Для того, чтобы платить за товары и услуги, а также просто для того, чтобы хранить деньги. Фактически биткоин – это набор правил, по которому компьютерные программы могут обмениваться виртуальными деньгами. Чтобы начать пользоваться этой валютой, вам достаточно установить одну из множества бесплатных программ-кошельков. Теперь давайте разберемся, кто же придумал биткоин, как он появился. По распространенной, можно так уже сказать, легенде, биткоин был придуман хакером под псевдонимом Сатоши Накамото. На самом деле, на сегодня достоверно неизвестно, был ли это один человек или же это была группа людей, но считается, что именно этот человек придумал биткоин. Сатоши написал исходный код первой программы кошелька и выложил этот код в открытый доступ. Другие программисты прочитали этот исходный код и начали дополнять его полезными функциями. Поскольку проект был с открытым исходным кодом, любой желающий мог и до сих пор может убедиться в том, что программа делает именно то, что задекларировано, а не что-то другое. И, собственно, хранит ваши деньги и позволяет переводить их с кошелька на кошелек. Программу кошелек не контролирует ни одна компания или государство. И любой может сделать свою версию программы. И, собственно, появилось большое разнообразие программ кошельков, работающих с протоколом биткоин. Хотелось бы немножко остановиться на том, на отличиях биткоина от других систем денежных переводов электронных, таких, например, как WebMoney, либо же Яндекс.Деньги. В общем-то, все вышеперечисленное является платежными системами, а не валютами. Единицы в этих платежных системах напрямую привязаны к одной из национальных валют. Кроме того, сами системы контролируются компаниями, которые собирают с вас комиссию за переводы, а также могут закрыть ваш счет по той или иной причине. У биткоина нет этого недостатка, так как он не контролируется никем и не привязан ни к какой валюте. Его курс свободно колебается по отношению к другим валютам в зависимости от спроса и предложения. Лучше всего можно представить себе биткоин в виде цифрового золота. Никто не контролирует золото само по себе. То есть им можно владеть и его можно добывать, но его нельзя напечатать. Или изменить его свойства каким-либо образом. Зачем же, кому может пригодиться биткоин и его уникальные свойства? Этот вопрос, естественно, возникает у многих. Кому может понадобиться кошелек с непонятными виртуальными деньгами? Или сейчас, если сейчас в любом современном интернет-банке можно перевести деньги с одного счета на другой? Собственно, есть несколько причин для появления и существования биткоина. Первое – это то, что биткоин не подвержен инфляции. Или, если сказать более точно, увеличение денежной массы предсказуемо и полностью остановится в определенный момент времени в будущем. И это не просто обещание. Это правило, которое запрограммировано в каждой программе кошельки. И которое может быть изменено, только если 99% кошельков согласятся с изменениями. Но почему же инфляция – это плохо и откуда она берется? Наверняка каждый из вас замечал, что крайне неприятно приходить в магазин и видеть, как цены на продукты выросли. А в вашем кошельке денег больше не стало. Происходит это потому, что государством, которое контролирует национальные валюты, не всегда хватает денег, собранных в виде налогов, на обеспечение своих обещаний. Например, если нужно, ну, к примеру, там, не знаю, накормить бабушек, дедушек, выдать пенсии, а деньги уже потрачены на что-то другое, то единственным выходом в этой ситуации может быть такой вариант, как напечатать еще немножко денег, и, собственно, никто этого запретить не может. Таким образом, инфляция – это скрытый налог, который вызывает гораздо меньше недовольства у народа, чем прямой налог. В биткоине ситуация кардинально другая. Инфляция предсказуема и контролируется не людьми со своими корыстными интересами, а исходным кодом программы, который, кстати, является открытым. На данный момент выпущено около 12-13 миллионов биткоинов. Примерно к 2040 году появится 21 миллион биткоинов, после чего их производство полностью остановится. Несмотря на то, что на данный момент производство биткоинов продолжается, новых биткоинов все равно появляется значительно меньше и значительно медленнее они появляются, чем растет спрос на них. Это одна из причин, по которой курс биткоинов продолжает расти, несмотря на то, что в некоторые моменты времени могут быть колебания, как вверх, так и вниз. Второе отличие и, собственно, причина, по которой биткоином пользуются, это то, что биткоин – это децентрализованная система. Подобно торрентам, обмен информацией, а в случае с биткоином в качестве информации выступают деньги, происходит между двумя и более программами-клиентами. Все множество установленных у людей программ-кошельков являются биткоин-сетью. И ни банк, ни какая-либо другая структура не может контролировать обмен средствами между этими кошельками. Точно так же вам не нужно ждать несколько дней, точно как в случае с банковскими переводами, пока деньги дойдут на другой кошелек. Это происходит достаточно быстро, буквально не более чем час. И, соответственно, никто не может затормозить или закрыть ваш биткоин-счет, потому что он принадлежит только вам. Так же, почему еще биткоин набирает популярность и, собственно, уже стал настолько популярным? Потому что он достаточно анонимен. Чтобы завести счет в системе, вам не нужно никому предоставлять свои паспортные данные или даже имейл. Все, что вам нужно, это скачать одну из программ-кошельков на свой компьютер и запустить ее. Каждый кошелек может генерировать адреса, на которые вам будут переводить деньги другие люди. Об адресах можно подумать, можно их представить в виде псевдонимов. Точно так же, как у вас может быть много имейл-адресов, но все письма все равно попадают в ваш почтовый ящик. Такая же самая связь существует между адресами и кошельком. То есть, один кошелек может содержать практически бесконечное количество адресов, на которые люди могут присылать вам деньги. То есть, в принципе, вы можете на каждого своего контрагента завести по адресу. И, соответственно, вы четко будете понимать, кто и сколько денег вам заплатил. И все эти деньги все равно окажутся у вас в кошельке. Это очень удобно и такой функциональности не предоставляют традиционные инструменты. Также, почему еще биткоин популярен? Потому что вы можете платить кому угодно, где угодно и за что угодно. Так как биткоин-транзакции невозможно контролировать и уж тем более запретить, то, соответственно, вы можете делать переводы всем, у кого есть биткоин-кошелек. Вне зависимости от географического местоположения человека. И при этом, самое главное, независимо от суммы перевода, стоимость транзакции обычно находится на уровне одного цента. Но перевод можно сделать и даже бесплатно. Просто придется дольше ждать нужного количества подтверждений сети. Теперь хотелось бы остановиться на таком вопросе, откуда, собственно, берутся биткоины. Разработчик Сатоши, о котором я упоминал в начале, смоделировал свойства этой валюты таким образом, что она максимально напоминает золото. Чтобы получить биткоины, их нужно добыть. Или же намайнить. Если обычное золото добывается золотоискателями из недр, то биткоины, так как это цифровая валюта, добываются теми, кто готов тратить на это электроэнергию и мощность своих вычислительных устройств. Раньше это были компьютеры, сейчас это уже специализированные устройства, которые называются асики. Хитрость процесса состоит в том, что биткоин-майнеры на самом деле занимаются не добычей биткоинов, а подтверждением надежности всех транзакций, которые проводятся в системе. Благодаря мощностям компьютеров-майнеров и асик-устройств, все пользователи системы могут быть уверены, что никто не потратил одни и те же биткоины дважды. Чтобы в этом убедиться, необходимо провести сложные расчеты, которыми и занимаются компьютеры майнеров. Многораду майнеры получают новые биткоины. Вопреки мнению большинства, основное предназначение майнеров не добыча биткоинов, а именно обеспечение транзакций. Потому как даже когда общее количество биткоинов достигнет своего лимита, который составляет чуть больше 21 миллиона биткоинов, майнеры не прекратят майнить. Просто зарабатывать они будут на специальной комиссии, комиссионной плате за транзакции, за подтверждение транзакций. Пока же майнеры получают как вознаграждение в виде биткоинов за добычу, так и плату за транзакции. Но сейчас уже несколько поздно добывать те же биткоины на обычных компьютерах. Потому что точно так же, как было с золотом, сложность добычи биткоинов со временем растет. Когда-то золото было добывать очень легко, потому что оно лежало на поверхности. Соответственно, люди, которые начали копать первыми, действительно стали достаточно обеспеченными людьми. Точно так же обстоит дело и с биткоином. Сложность майнинга автоматически пересчитывается системой каждые две недели. Если кто-то, по его мнению, очень умный, вложил много денег в суперкомпьютер и начал майнить на нем, его ждет большой сюрприз. Буквально через две недели все программы клиенты будут об этом знать. Сложность автоматически вырастет, и его инвестиции в суперкомпьютер могут не окупиться. Именно потому, что вся биткоин-сесть в целом решает, какова, собственно, должна быть сложность майнинга, никто не может просто взять и напечатать много биткоинов. То есть ситуация, когда Центробанк какой-либо страны решает создать еще немного долларов или евро или еще какой-то другой валюты, чтобы обеспечить предвыборные обещания политиков, с биткоином невозможно в принципе. Поэтому на данный момент майнить биткоины стало довольно невыгодным занятием, так как мощность сети продолжает расти огромными темпами и оборудование, собственно, деньги, которые были вложены в оборудование, они просто не окупаются, не успевают окупиться. Теперь хотелось бы ответить на такой интересный вопрос, почему биткоин это не пирамида, как некоторые считают. Собственно, есть несколько пунктов, которые объясняют, почему это не так. Давайте по порядку. В типичной пирамиде нет никакой ценности, но есть просто обещание выплатить завтра больше, чем вкладчик вложил сегодня. Соответственно, людям, которые решили завести биткоин-кошелек, таких обещаний никто не дает. Они, собственно, делают это потому, что считают биткоин удобным способом хранить деньги, удобным способом рассчитываться за товары и услуги, и, соответственно, хорошие инвестиции. Далее. Биткоин это реальный продукт. Это программное обеспечение с определенными полезными свойствами. Именно в этом, в первую очередь, и состоит его ценность. Типичная же пирамида не представляет из себя какого-либо продукта. Те, кто купил биткоины, в общем-то, на ранних стадиях, действительно стали богаче благодаря росту его курса по отношению к обычным валютам, таким как доллар, евро и подобными. Однако, в отличие от пирамиды, они стали богаче не за счет тех, кто решил подключиться к этой пирамиде позднее, а за счет реального спроса на биткоин. Те, кто завладел биткоинами позже, тоже получат преимущество. У них, конечно же, меньше шансов, к примеру, за счет курса увеличить свое состояние в десятки или же сотни раз. Но, тем не менее, они получают все свойства валюты, за которые она и ценится. Анонимность, низкая стоимость транзакций, универсальность, децентрализованность, отсутствие инфляции. И, соответственно, это тоже является ценностями, которые могут послужить достаточной причиной для того, чтобы люди желали хранить свои сбережения именно в биткоине. Ну и, наконец, даже те экономисты, которые являются противниками биткоина, не считают его пирамидой. Некоторые финансисты считают биткоин интересным, хотя относительно рискованной инвестицией. Теперь хотелось бы остановиться на таком вопросе, чем же подкреплен биткоин. Как вы знаете, капитализация биткоина находится в районе 7 миллиардов долларов на текущий момент. Так чем же он подкреплен? Довольно часто можно услышать, что биткоин вообще ничем не подкреплен. Поэтому его, собственно, и нельзя рассматривать как серьезную и надежную валюту. В первую очередь, когда говорят о подкреплении, имеют в виду золото или другие ценные металлы, запасами которых государство, в случае чего, может оплатить каждую выпущенную банкноту. На самом деле эта ситуация была лет 40-50 назад, а на сегодня ни у одного государства на данный момент не хватит запасов золота, чтобы покрыть все деньги, находящиеся в обороте. Даже существенную их часть. Даже если предположить, что золота хватило бы, возникает другой вопрос. Чем подкреплено золото? Некоторые утверждают, что цена золота оправдана, так как оно используется в промышленности и таким образом золото подкреплено способом его применения. Однако количество добытого в мире золота во много раз превышает спрос на него со стороны промышленности. Поэтому, если бы ценность золота была только в этом, то его цена бы мгновенно упала в сотни и тысячи раз. Есть другие причины, почему золото исторически стало самой распространенной валютой. Его сложно подделать и невозможно напечатать. Эти свойства делают золото универсальным инструментом как для хранения денег, так и для расчетов. Так как есть надежные способы проверить его подлинность. Проблема с золотом заключается в том, что проверка подлинности может быть сама по себе достаточно дорогостоящим и долгим занятием. При этом само золото сложно делить на части. От монеток не принято пилить монетки, допустим, на части, отрезать от них кусочки. И соответственно, здесь биткоин выходит, скажем так, получает серьезное преимущество по отношению к золоту. Обладая всеми полезными свойствами для валюты, всеми полезными свойствами золота, он помогает в том числе решить и озвученные проблемы, которые золото решить не в состоянии. Подлинность биткоина очень легко проверить. Биткоин невозможно подделать или напечатать. И наконец, биткоин легко делится на части, так как еще изначально в программном коде была возможность разделить один биткоин до восьмого знака после запятой. Так повелось, что единичка в этом восьмом знаке называется один Сатоши по собственно имени разработчика биткоина. Таким образом, получается, что биткоин как валюта подкреплен своими собственными полезными свойствами. Именно из-за этих свойств и появляется спрос на биткоин, который в свою очередь увеличивает цену на эту валюту, так как предложение биткоина остается ограниченным и относительно постоянным, а спрос растет гораздо быстрее, чем растет предложение. Соответственно, в этой ситуации неизбежно растет и цена. это вкратце то, что хотелось бы сказать по поводу биткоина. Теперь хотелось бы остановиться подробнее на тех изменениях в отношении к биткоину, которые произошли буквально в последние 8-9 месяцев. то есть соответственно с начала этого года. Буквально в январе было интервью с одним из управляющих компаний Visa. Когда его спросили по поводу биткоина, он только рассмеялся в ответ и по его ответу было понятно, что компания Visa не рассматривает биткоина вообще как конкурента и даже не готова об этом серьезно говорить. При этом буквально по прошествии 8 месяцев реакция уже со стороны той же самой компании изменилась диаметрально. То есть компания Visa признала, что в лице биткоина она видит своего конкурента и есть определенная угроза, что биткоин может отвоевать часть рынка тех же платежей и переводов у самой компании Visa. То есть эта метаморфоза произошла буквально за срок более чем полгода. Немножко больше, чем полгода. Это говорит о том, что динамика развития биткоинов в последние биткоина и соответственно биткоин сообщества в последние полгода очень заметно ускорилась. также хочу отметить, что в последние полгода а именно в начале года начались крупные вливания в стартапы которые связаны с биткоином. на сегодняшний день буквально за 2014 год в стартапы связанные с биткоином было влито более 300 миллионов долларов. Причем отметились самые именитые инвесторы которые редко ошибаются. соответственно если большинство инвесторов видят в биткоин компаниях и всех компаниях которые связаны с криптовалютами видят будущее и соответственно при умножении своих инвестиций я думаю что они вряд ли ошибаются так как их чутье было доказано теми проектами в которых они участвовали ранее в которые они вкладывали деньги на ранних стадиях и соответственно получали огромную прибыль за счет того что компании росли многократно в цене в последнее время буквально два дня назад компания PayPal объявила о том что она будет внедрять в свою платежную систему расчеты в биткоинах также компания Twitter начинает принимать биткоины в качестве оплаты за свои услуги есть несколько стран где уже определен юридический статус биткоина это только буквально новости за последние пару тройку дней и скорость развития биткоина и всего что связано с индустрией криптовалют сейчас очень ускоряется также начинают появляться специальные мерчанты которые позволяют принимать многим интернет магазинам в первую очередь интернет магазинам оплату в криптовалюте за свои услуги соответственно компания продавец ничем не рискует при этом так как выставив цену к примеру в долларах с помощью компании посредника компании мерчанта она на выходе в общем-то и получает оплату за свой товар именно в долларах но компания мерчант дает возможность клиенту расплатиться в удобной ему криптовалюте соответственно здесь выигрывают все компания продавец выигрывает от увеличения оборота а соответственно клиенты выигрывают от того что они могут оплатить услуги или же товары с помощью криптовалют при этом у них нет необходимости идти предварительно на биржу и менять свою криптовалюту которая у них есть на допустим на те же доллары по сути это за них делает компания мерчант в свете этого хотелось бы в свете скажем так происходящих огромных инвестиций в индустрию криптовалют хотелось бы отметить собственно это и повлияло на создание компании биток и ее позиционирование на рынке в области криптовалют потому что эта область сейчас развивается я думаю наиболее динамичными темпами даже сложно с чем-то сравнить те инвестиции которые проходят сейчас в эту индустрию и те возможности которые открываются перед компаниями которые в общем-то почувствовали этот тренд сейчас это реально тренд и в общем-то на ранней стадии занялись разработкой тех или иных проектов в индустрии криптовалют собственно компания биток является одной из таких компаний и на предыдущих презентациях упоминались продукты которые наша компания уже выпустила планирует выпустить соответственно хотелось бы сказать несколько слов о монете биток о ее потенциале развития и собственно каким образом все это связано с развитием того же биткоина монета биток имеет ну как минимум одно преимущество перед биткоином биткоин транзакции подтверждаются достаточно долго приблизительно в районе часа соответственно для крупных покупок это в общем-то приемлемо ну либо же крупных переводов если же речь идет о чем-то более мелком ну наверное не очень приятно ждать подтверждения целый час этим монетка биток отличается от биткоина в положительную сторону потому что подтверждение транзакции в сети монеты биток происходит в течение нескольких минут соответственно это достаточно весомое преимущество перед биткоином также монета обладает абсолютно всеми вышеперечисленными свойствами биткоина как и большинство монет которые выпущены были после биткоина собственно как было указано ранее ценность монеты состоит в общем-то в количестве способов ее применения и в общем-то в удобстве пользования монетой в сервисах которыми эта монета окружена так вот монета биток предполагается выпуск мерчанта который позволит компаниям оказывающим какие-либо услуги либо продающим товары таким как интернет магазины или же любым интернет компаниям принимать оплату в монетах биток без необходимости их конвертации точно так же как сейчас это происходит с биткоином даже даже биткоин в этом отношении находится сейчас на ранней стадии развития соответственно у проектов которые сделают то же самое но лучше с какими-то преимуществами есть очень большие шансы занять какую-то существенную долю рынка что собственно и планирует сделать компания биток со своей монетой второе применение это очевидно это создание системы денежных переводов удобной которая будет основана также на монете биток здесь тоже на первый план выходят две вещи во-первых технические характеристики монеты как я уже говорил она подтверждает транзакции быстрее чем это делает сеть биткоин так и собственно развитие смежных сервисов таких как местные в каждой стране имеется ввиду местные компании которые вот вывод монеты биток за местную валюту соответственно это то чего сейчас нет у биткоина и в общем-то в ближайших планах насколько я знаю нет это опять же то чем мы можем выгодно отречаться от биткоина со своей монетой в завершении хотелось бы сказать что многие в начале 90-х годов когда только появлялся интернет скажем так слабо верили в то что в общем-то интернет сможет достичь тех высот которые есть сейчас я думаю что в начале 90-х даже те кто верили в интернет не могли представить до каких масштабов он разрастется и соответственно какую отдачу могут дать инвестиции какую отдачу могут дать инвестиции которые будут положены на начальной стадии вот поэтому криптовалюта сейчас находится на той же стадии развития на которой был интернет в начале 90-х поэтому любое вложение денег в да вот мне подсказывает тут стал тише микрофон да я вроде отрегулировал спасибо поэтому соответственно любое вложение денег в стартапы которые связаны с криптовалютами сейчас это в общем-то то же самое что можно можно получить такую же самую отдачу как получили люди которые вложились в так называемые доткомы в 90-х вот поэтому хотелось бы призвать всех не повторять ошибку тех людей которые не поверили в интернет в начале 90-х и соответственно не проехались на этом поезде вот поэтому мы предлагаем проехаться на криптовалютном поезде с помощью нашей компании будем рады видеть вас в нашем поезде собственно на этом хотелось бы завершить этот вебинар возможно есть какие-то вопросы буквально я думаю несколько минут можно будет уделить ответом на вопросы которые больше всего интересуют вас спасибо так я вот вижу вопрос по поводу программы насколько никогда 32 бита вообще по плану это должно было быть сегодня но дело в том что у нас вчера можно так сказать было практически стихийное бедствие поэтому в том месте где работают программисты пропал интернет поэтому он появился только сегодня и я думаю задержка будет где-то в районе суток сейчас вот после окончания вебинара я постараюсь выяснить этот вопрос потому что пока последней информации у меня нет так вот вопрос за счет чего есть уменьшается количество транзакций это заложено в протоколе монеты каждой то есть это изначально определяется какое будет время на подтверждение транзакций поэтому в биткоине сделали по одному мы сделали по другому соответственно от этого зависит то то время за которое транзакции будут подтверждены есть определенный порог меньше которого нет смысла делать ввиду того что будут возникать коллизии то есть подтверждение транзакции в районе одной минуты это является оптимальной величин так я вижу много вопросов по поводу обновления программы я уже сказал что есть задержка приблизительно в сутки после окончания вебинара буду выяснять как обстоят дела и собственно когда именно будет запущено обновление с какой целью инвестируют фермы по добыче биткоинов если это не целесообразно смотрите это целесообразно в случае если мы к примеру находимся в Китае и получаем все из первых рук тогда пока другим майнером техника только едет у китайцев она уже окупается соответственно у нас есть задержка минимум в 2-3 а то и больше недель за которое в общем-то ну уже чуть ли не половина железа могла бы окупиться имея такую задержку как раз целесообразность теряется так какие еще вопросы да я смотрю что большинство вопросов по 32-битной программе и собственно обновлению ну я уже ответил на этот вопрос я думаю что как и в прошлый раз мы посвятим отдельный вебинар ответом на вопросы ну собственно о времени проведения этого вебинара мы сообщим дополнительно спасибо за внимание и я думаю до новых встреч что Продолжение следует...